Три альтернативы. По старому захоранивать, как было, построить мусорожигательный завод, а третий вариант это внедрить раздельный сбор отходов и довести его до 80%, как в городе Сан-Франциско, к примеру. Как во всем цивилизованном мире. Спор, который ведется не первый день. Нужно ли строить мусорожигательный завод в Казани? Не навредит ли это экологии? 15 мая в прямом эфире телеканала Универ ТВ прошли публичные дебаты. Мусорожигательный завод, эмоции и факты. Построить МЦЗ в Казани решили на федеральном уровне в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», который направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Но без открытого диалога с общественностью решение о строительстве завода принято не будет. Какая еще альтернатива? Нам говорят, что есть третий путь, стопроцентная переработка, но его нет. Потому что даже ведущие страны в этом, есть пример Германии, где этот процент всего лишь 60%. Они лидеры в этом направлении. Мусорожигательный завод – это лишь последнее звено длинной цепочки переработки отходов. Подобные исторические этапы уже проходили на Западе. Всего в мире функционирует около полторы тысячи мусорожигательных заводов, которые, по мнению сторонников МЦЗ, не вредят экологии. Но проблема заключается не только в экологии, но и в том, какой мусор будут сжигать. Тот факт, что на МЦЗ в Казани будет попадать несортированный мусор, означает, что фильтры нужно будет менять гораздо чаще. В России нет бизнеса по переработке мусора. Например, батарейки со всех регионов страны везут в Иркутск, где расположился единственный подобный завод. Логистические операции делают подобный бизнес неприбыльным. Формировать, восстанавливать, о чем Альберт Фаридович много активно говорит, перерабатывающую отрасль. То, чего сегодня в стране нет. Необходимо субсидировать производителя, который занимается производством продукции из вторичного сырья. Потому что она сегодня обходится дороже, нежели продукции из первичного сырья. Причиной недовольства экоактивистов в том числе стало место предполагаемого строительства МЦЗ в селе Осиново. Там уже расположился небезызвездный казанцем Роксинтез, и местные жители всерьез боятся за экологию и свое здоровье. Важно понимать, что задачей является не только утилизация, но и уменьшение производимого бытового мусора. А эта задача решается при помощи законов. Обязывать производителей использовать какую-то стандартизованную упаковку. Материалы, например, которые легко перерабатываются. Например, это отказ от пластика номер 3 и номер 6, так далее. Это оборотная тара и так далее. Минимизацию упаковки. Потому что мы в последние годы имеем такую тенденцию, что товары становятся все меньше в упаковке, а упаковки все больше. Это все мусор, это реальная проблема. Привести пример просто своей семье, своей младшей дочери. Несколько лет назад она просто перестала пользоваться пластиковыми пакетами. Она носит с собой холщовку, простую сумочку. И ее подруги многие начали делать, и друзья начали делать так. Это наша сторона, это наша часть, и мы должны это тоже признать, правда? Что мы должны и собственную культуру немножечко подтягивать, воспитывать сами себя и воспитывать окружающих. Мы опаздываем на 25 лет. Мы опаздываем не только в технологиях, мы опаздываем и в развитии общественного сознания. И поэтому, наверное, ничего страшного нет в том, что мы пытаемся как бы наверстать, и что мы пользуемся теми технологиями, которые у нас есть. Перед тем, как будет принято решение, Казань посетит большое количество экологов не только России, но и Запада. Но финальную точку в этом вопросе поставят на общественных слушаниях. Олег Кашин, Универньюс.